В Свето-Стефановском кафедральном соборе устраняют последствия резкой оттепеля. В верхнем пределе храма настоящий потоп. Вода стекает по внутренним стенам. С понедельника мы собираем очень много ведер. Вчера было очень много воды. Утром и вечером собираем. Это и сегодня пока сейчас и одна. Но подойдут прихожане. Обязательно нам, конечно, кто-нибудь поможет. Выносят воду и рабочие, и священнослужители. Ведра наполняются за пару часов. Под емкости приспособили вазы для цветов, пластиковые бутылки, коробки из-под тортов. Но и их не хватает. Нитканку мы взяли и все на ночь. Селим и на пол, чтобы вниз не протекало. Потому что вода идет по углам и по углам идет вниз, на нижний предел. Под угрозой Прокопьевский нижний предел, где проводится богослужение, хранится церковная утварь, а на стены нанесена уникальная роспись. Она выполнена в византийском стиле болгарскими художниками. В алтарной части появились разводы, трещины, штукатурка начала обваливаться. Трещины везде, ведь вы сами смотрите, кругом везде, везде все колонны. Там колонна, вот здесь колонна. Вон трещины, пожалуйста. При строительстве храма рабочие допустили ошибку, которую до сих пор не могут исправить. Узкие водосточные трубы, расположенные внутри колонн, не справляются с потоками растаявшего снега. А вода задерживается на крыше. Надо все-таки, чтобы крыша была легко обтекаемая. Как нормальная крыша, никаких водопроводов в центре крысише не должно быть. Потому что линевки совершенно тоже недоступны. По восьми столбам внутри все они разрываются от воды, от мороза. Все они, конечно же, обслуживаться очень тяжело. Цена вопроса 30 миллионов рублей. Таких денег у епархии нет. Владыка Петерем намерен обратиться за помощью главе КОМИ. Свято-Стефановский кафедральный собор начал принимать пожертвования на ремонт кровли. Деньги можно принести в храм или перечислить на счет, реквизиты которого опубликованы на сайте Сыктывкарской и Воркутинской епархии. Алексей Полторанин, Кирилл Шучалин, телеканал Юрган, Сыктывкар. Кирилл Шучалин, телеканал Юрган.